Здравствуйте! В эфире программа «Буду здоров!» с вами Мария Рудая. Сегодня мы продолжим разговор о гипертонической болезни. Помогут нам в этом врачи М-клиник. Гипертония – заболевание серьезное и необратимое, но есть возможность помочь пациенту с помощью дополнительных методов лечения. Конечно, медикаментозная терапия является главной частью лечения. Все остальные методы, хоть и действенные, но все же вспомогательные. Один из способов облегчить последствия заболевания – герудотерапия. Это один из древнейших методов. Первые упоминания о лечении пиявками встречаются в Древнем Египте. Если в те далекие времена этим методом борьбы с самыми разными заболеваниями могли воспользоваться только фараоны и высокая знать, то сейчас он доступен для самых широких слоев населения. Заболевания, которые можно лечить именно герудотерапией, то есть пиявками, есть как сосудистая система, венозная система, то есть можно очищать кровь, укреплять стенки сосудов, понижать артериальное давление, если она высокая, приводит ее в норму. Аритмия также при микроинсультах, она широко используется. За счет ферментов, которые выделяют пиявки, кровь разжижается, восстанавливается иммунитет, понижается холестерин, бляжки убираются холестериновые, микротромбы, если есть у пациентов. Также глюкозу приводят в норму при сахарном диабете. Герудотерапию широко используют еще при гинекологических заболеваниях, при стоматологии, при урологических заболеваниях. Спектр очень широкий. В слюне пиявок содержится более 100 ферментов, которые благотворно влияют на весь организм. Самые ценные – это гепарин и герудин. Именно они помогают восстанавливаться после самых разных заболеваний. Но, несмотря на всю пользу герудотерапии, стоит отметить, что назначить ее, как, впрочем, и все остальные методы лечения, может только врач. У герудотерапии тоже есть противопоказания. Онкология, если там слишком много тромбов, надо изначально делать УЗИ сосудов, посмотреть, если на ногах именно есть. Еще противопоказания идет низкий гемоглобин, низкое давление, беременность, лактация, аллергия, если есть непереносимость, или боязнь. Пациентке М-клиник Марии Соколовой 71 год. У нее были жалобы на высокое давление. После обследования и лечения ей назначили курс герудотерапии. Она, признается, облегчение почувствовала уже после первых процедур. Пиявки очень хорошо помогают в давлении, снижают давление. Но, конечно, надо делать курс. А вот 2-3 – это маловато, конечно. Вот еще мне делали тоже лазертерапию. Эта процедура очень хороша для крови. Вот сейчас я попросила еще, чтобы меня назначили еще добавочно эту процедуру. У меня сестра принимала лазертерапию. И вот ей продлили жизнь. Она дожила до 90 лет. У нее было атеросклероз нижних конечностей. И мы считаем, что вот это ее продлил ей жизнь. Потому что больше она ничем не лечилась. Такие заболевания, как гипертония, невозможно вылечить до конца, говорят врачи. Поэтому, если диагноз все же поставили, нужно четко выполнять рекомендации. От этого напрямую будет зависеть качество и продолжительность жизни. Многие заболевания сейчас, только сейчас, они считаются неизлеченными. То есть возникло у человека с сахарным диабетом, да он пожизненно будет с сахарным диабетом. Мы только контролируем уровень сахара лечебными, какими-то терапевтическими препаратами. Мы контролируем уровень сахара, не допуская осложнений, как, допустим, там, диабетическая стопа, ампутация конечностей, слепота полная, диабетическая нефропатия и так далее. Мы задерживаем развитие этой болезни. И в том числе вот гипертонические болезни тоже самое. Предупреждаем о осложнении в виде инфаркта, миокарда и инсульта. И тем самым увеличивается общая продолжительность жизни популяции всех людей. Не только конкретного человека. Вот у нас и говорят, что продолжительность жизни растет. Вот за счет того, что мы снижаем вот эти осложнения, мы предупреждаем их. С современными методами лечения гипертоническая болезнь далеко не приговор. Существует множество методик и препаратов для поддержания нормального уровня артериального давления. При этом лекарства, актуальные десятилетия назад, сейчас, по словам специалистов, признаны в лучшем случае неэффективными, в худшем опасными, но опаснее всего самолечением. Есть препараты, у которых побочные действия. Мочегонный тоже бесконтрольно нельзя принимать. Там тоже масса идет побочных эффектов. Конечно, и кардиограмму надо смотреть, и смотреть больного. Только врач. Потому что вот смотришь на больных, они говорят иногда, что там пью. А где вам доктор? Да нет, не доктор, там сестра кто-то подсказал, она пьет, и я пью. Ради богу, вот так не надо делать. Ну, потому что то, что показано одному, тебе это противопоказано. И все препараты одному человеку будет хороша, а другой от этого можно скорую вести. В наших следующих программах мы продолжим общаться с врачами МКлиника, расскажем о других сердечно-сосудистых заболеваниях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА